Денис постоянно задает вопросы про грузинские вины, почему мы о них не рассказываем Ну, я объясняю, да, что это слишком большая тема, слишком большое количество наименований Желательно разговаривать все-таки на эту тему, наверное, с самими грузинами Которые уж в своих-то винах, наверное, разбираются гораздо лучше, чем мы Или есть какой-то другой путь? Тут есть два аспекта в этом вопросе Первый вопрос, что действительно наименований очень много На сегодняшний день Россия является основным рынком для грузинского вина Россия покупает две бутылки из трех, которые Грузия поставляет на экспорт Мы покупаем 65% грузинского экспорта Когда Грузия публикует отчеты, что мы продаем 68 стран мира Важно понимать, 7% экспорта это Китай 5% экспорта это Польша и 1% экспорта это Соединенные Штаты Вот эти 13% это рынки дальнего мира Все остальное вино продается в странах бывшего Советского Союза Из них 65% в России Но что при этом интересно? При этом интересно то, что ежегодно Грузинская ассоциация виноградарей и виноделов Тратит несколько миллионов долларов на продвижение грузинского вина на чужих рынках Проводятся презентации, проводятся выставки, проводятся дегустации, проводятся открытые дни Проводятся какие-то мастер-классы, проводится что угодно Угадайте, сколько из этих денег тратится на Россию Вот, Игорь, давай ты угадай Ноль 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 В Россию не вкладывается ни копейки В Россию А что в нее вкладывать? Россия и так пьет Что-то вам еще тратится на какое-то продвижение Поэтому для меня, как вот для специалиста, есть одна проблема Я бы и хотел попробовать, наверное, там 100-200 грузинских вин, которые представлены на российском рынке Но у меня нет никакой возможности, кроме купить эти 200 бутылок самому Я могу себе это позволить, когда я занимаюсь изучением испанского, итальянского и французского вина Но, если бы я поставил себе задачу попробовать 200 бутылок грузинского вина Мне бы искренне было жалко своих личных денег На то, чтобы купить самому себе 200 бутылок грузинского вина Ради понимания вопроса, сколько из них хорошее, а сколько из них плохих Почему? Просто потому, что процент слабого вина, он очень велик Маленькая иллюстрация Я вчера был в одной крупной торговой сети Захожу, подхожу к витрине Стоят бутылки с грузинским вином Стоит вино, которое называется Цинандали Это легкое белое вино, без выдержки, сделанное из винограда сорта ркацетеля На нем этикетка, которая согласно грузинскому закону несет год урожая Этот год урожая 2013 На дворе я напомню 2019 год Белое сухое? Белое сухое вино 2013 года Как вы думаете, что внутри бутылки? Совершенно точно Черный ящик Внутри бутылки полный труп Там вино с развалившимся вкусом, с развалившейся ароматикой Просто потому, что Цинандали физически не может прожить 6 лет Это вино, которое должно быть выпрыто за первые 2-3 года Тем не менее, это свежепривезенное вино Его недавно привезли в Россию Его здесь продают, его продают нам Почему? Ну, какая разница, потому что русский, больше его продать некому А русские все равно не разбираются, они купят и выпьют Нет, русские еще, у нас же есть эта самая ментальность И мы же помним, да, Цинандали, это же в советские времена Сейчас же ты не забывай про отсутствие какой-либо винной грамотности в нашей стране О чем свидетельствует дикая популярность наших с тобой выпусков Потому что у нас люди очень мало знают о вине И единственная соломинка, за которую они держатся Ну, я имею в виду люди старшего возраста, да, там, от 50 и старше Единственная соломинка, они держат свои воспоминания То есть они помнят, что вот, ну, Цинандали же было хорошее вино Поэтому они его купят, вот, ну, написано Цинандали Дело в том, но есть нюанс в Советском Союзе Все, что выпускалось за год, за следующий год продавалось А сейчас этот Цинандали, это не ликвид, который пролежал неизвестно где У производителя в емкостях 6 лет Производитель не смог его продать И, наконец-то, он слил его в Россию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!